Быстро, понятно и эффективно. Три ключевых слова, которые наиболее ярко характеризуют деятельность центра «Мой бизнес». Такой подход принципиально изменил формат сотрудничества государства с предпринимателями. Открыть свое дело стало гораздо проще. Учитывая сложившиеся экономические условия, закрытые границы и санкции, это более чем актуально. Как помогают предпринимателям республики? Какие услуги оказывают центры «Мой бизнес» в Карачаево-Черкесии? Мы попросили рассказать директора центра Диану Хубиеву. Диана, прежде чем мы начнем наш разговор, давайте напомним нашим зрителям, что такое центр «Мой бизнес» и каквои главные задачи. С 2017 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы на территории Карачаево-Черкесской республики была создана инфраструктура государственной поддержки бизнеса. На сегодняшний день эта структура называется «Центр «Мой бизнес», который объединил в себя все государственные институты поддержки бизнеса. На сегодняшний день эта структура представляет из себя гарантийный фонд Карачаево-Черкесской республики, микрокредитную компанию и наши центры, которые оказывают различные меры поддержки для всех отраслей экономики и малого и среднего предпринимательства в нашем регионе. Основная функция «Центр «Мой бизнес» – это предоставление целого комплекса мер поддержки, услуг и сервисов для предпринимательского сообщества и физических лиц, которые планируют открыть свое дело. То есть мы поддерживаем и тех предпринимателей, которые уже давно развивают свой бизнес, и тех, которые только планируют начать свое дело. Давайте теперь чуть поподробнее поговорим о мерах поддержки наших предпринимателей. Каковы они и в чем заключаются? Сегодня наш бизнес, наш бизнес именно региональный, это в основном субъект малого и среднего предпринимательства, которые работают в основных трех сферах – это АПК, гостиничный бизнес и легкая промышленность. И, конечно же, наиболее востребованным – это финансовый мер поддержки. Тут нам помогает, не нам, а предпринимательскому сообществу, помогают такие институты, как микрокредитная компания, которая выдает льготные займы для наших предпринимателей, и гарантийные поручительства в лице гарантийного фонда. Кроме того, у нас существуют грантовые меры поддержки – это для молодых людей до 25 лет включительно на развитие их бизнеса, и социальные предприниматели – это предприниматели, которые оказывают услуги или же помогают социальным зеленым и условиям населения. И тут мы тоже до 500 тысяч выдаем гранты. Обо всех этих мерах поддержки можно узнать на нашем сайте мойбис09.ру, а также мы на постоянной основе публикуем новости и о наших мерах поддержки, и об услугах на страницах социальных сетей – это ВКонтакте, Телеграм, Яндекс.Зен, «Отноклассники». То есть мы везде представлены. Прошедший год был очень непростым для нашей страны. Был он непростым, конечно, и для предпринимателей. Но, тем не менее, мы видим, что, несмотря на санкции, ограничения, закрытые границы, предприниматели все-таки развиваются, открывают новые площадки, создают новые продукты, новые услуги. Какую поддержку главным образом запрашивали предприниматели Карачаево-Черки и Сема? Все мероподдержки как были актуальны, они так и остаются. Как я уже выше сказала, конечно же, в основном в приоритете – это финансовый мероподдержки. Но наряду с тем, с востребованностью именно этих, это мероподдержки, мы заметили востребованность еще и в консультационных услугах. Тут мы с каждым предпринимателем работаем отдельно, мы помогаем найти новые рынки сбыта, упаковать свой товар, обучить их навыкам предпринимательской деятельности. И все это вот с помощью консультационных услуг мы понимаем запросы наших предпринимателей, их болевые точки, и в этой связи понимаем, в каком направлении, какие меры поддержки были бы более актуальны в текущем году или в следующем. Опять-таки, несмотря на санкции, закрытые границы, мы видим, что малопредпринимательство, бизнес, они стараются развивать экспортную направленность. В Карачаево-Черкесии наши предприниматели, у них востребована эта услуга? Да, мы работаем с предпринимателями, с республиканскими предпринимателями, ориентированных на экспортную деятельность. Наш Центр поддержки экспорта оказывает огромный спектр услуг. Это и поиск и подбор зарубежных партнеров, это переводы на иностранные языки документов, и даже сайт, разработка сайта на различных иностранных языках. Это сопровождение экспортного контракта, ну и самые востребованные меры поддержки, это участие наших предпринимателей в зарубежных бизнес-миссиях и международных выставках. Вот для примера, мы как раз не так давно вернулись из Казахстана, с 13 по 15 марта в Алматы проходила выставка международная в Центр Азия Фэшн в сфере легкой промышленности. Пять наших предпринимателей за счет Центра поддержки экспорта выставили свою продукцию, и мы приехали с успешными результатами. Мы подписали два экспортных контракта, два наших предприятия в сфере легкой промышленности, компания «Идеал» и компания «Лабар», которые, кстати, не так давно тоже у нас получили, стали победителями регионального конкурса «Экспортер года». Они уже не первый год экспортируют, и мы видим, что с каждым годом их продукция становится более востребованной. В основном это, конечно, страны СНГ, но все равно это динамика положительная, и мы видим, что то, что мы им помогаем, это действительно дает свои какие-то плоды. И что касается 2022 года, по итогам 2022 года, у нас было подписано 5 экспортных контрактов, несмотря на то, что санкционные ограничения наши предприниматели работали с такими странами, как Беларусь, Казахстан, Кыргызия, Южная Осетия, Беларусь, я, наверное, уже сказала, и на общую сумму контракта были подписаны 1,3 миллиона долларов. То есть, несмотря на всю эту обстановку в мире, в стране, наши предприниматели все равно развивают экспортную деятельность, и что не может нас не радовать, и мы продолжаем с ними активно работать. Мы видим, что каждый год на площадках Центра «Мой бизнес» проходят конференции маркетплейсы. Это очень сегодня востребованная услуга, она будет развиваться. Скажите, предприниматели Карачаева-Черкесии заинтересованы в этом? Они знают об этой услуге? Да, по всей стране мы видим, что делается упор большой на данное направление. На сегодняшний день это одних из самых мощных способов продвижения продукции производителей на рынке. И да, во всех регионах мы видим, как многие предприниматели переориентируются, но у нас в регионе, я должна это отметить, что многие предприниматели, особенно в сфере легкой промышленности, уже не первый год представлены на этих рынках, и в пандемийный период они смогли переориентироваться. И тут у нас даже, вот мы идем, наверное, как образцовый регион, именно по продвижению продукции на маркетплейсах. Однако новых предпринимателей тоже у нас становится все больше и больше, именно которые хотят выходить на новые рынки. В прошлом году в центре мы оказали услугу по продвижению и выводу на маркетплейсы. К сожалению, количества предпринимателей было не так много, как мы хотели бы. Но тут мы видим проблему в информированности предпринимателей, которые даже не знают об этом мере поддержки. Сейчас мы активно ее анонсируем и планируем, что в этом году количество кратно увеличится, и мы поможем по содействию нашим предпринимателям выйти на электронные коммерческие площадки. При желании предприниматель может обратиться в центр «Мой бизнес», и мы окажем данную услугу, которая оказывается по этапам. То есть там несколько этапов, но отзывы предпринимателей, которые воспользуются этой услугой, они очень довольны, и мы видим положительный эффект от данной мероподдержки. У нас в республике очень много талантливых, креативных, молодых людей, но очень часто у них, кроме бизнес-идей, нет ничего. Скажите, в таком случае могут ли наши амбициозные молодые жители Карачао-Черкесии рассчитывать на какую-то помощь со стороны государства? Это грант для молодых предпринимателей до 25 лет включительно. Они могут обратиться в центр и получить от 100 до 500 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. В прошлом году это был у нас пилотный год, и из 10 заявленных участников, то есть предпринимателей молодых, все 10 получили гранты на свое развитие бизнеса. Это очень интересные проекты. Мы даже сейчас снимаем серию историй успехов этих молодых предпринимателей. Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в Карачао-Черкесии в ближайшее время. Каковы планы? Основные первоочередные задачи, которые мы перед собой ставили, хватит еще большее количество предпринимателей комплексом услуг центра. Мы продолжим работу по вовлечению жителей региона в предпринимательскую деятельность, не оставим без внимания молодое поколение, не оставим без внимания предпринимателей в сфере экспортной деятельности, социальных предпринимателей. С каждым годом у нас количество их растет, и мы будем продолжать эту работу дальше. Ну что ж, Диана, вам удачи во всех ваших столь нужных для наших граждан проектах. Пусть они реализуются. Спасибо вам большое. Продолжение следует...